Это сейчас крестьянско-фермерское хозяйство Халила, одно из самых развивающихся в крае. Почти 200 голов крупнорогатого скота, 350 овец, свиньи, лошади и огромные планы на будущее, о которых хозяин фермы может говорить часами. А еще 15 лет назад все было по-другому. А что самое сложное было в России? Самое сложное, когда не понимал, с чего начинают, как их лечить, как все это вообще. Когда места на подворье стало не хватать, зарплату в 95-м платили коровами да баранами. На семейном совете было решено расширяться. Пришлось быстро осваивать все премудрости животноводства. Скотина любит ласку да внимания, говорит фермер. Поэтому тут же и учились. Не могли позволить себе нанять ветеринара или доярку. Первое время делали все сами. Не были бы дружны, наверное, с той же не развели бы. Это же все как семейный бизнес. Должен быть главный и как-то от главного все должно происходить, димулироваться. Если бы не было там главного хозяина и дружбы не было, такое понятие, то всего этого не было. В прошлом году Харилов стал обладателем гранта губернатора на развитие семейной фермы. Сегодня на полученные деньги строят доильную установку типа елочка, ремонтируют старое здание фермы. Кстати, наводят порядок здесь не наемные специалисты, а свои рабочие. Ради общего дела трудятся без выходных. Даже ласточка вместе с фермером переехала на новое место. У нас отношения не так, как рабочие с начальником. Мы как друзья, как одна семья живем. Мы праздники вместе справляем, дни рождения вместе справляем. Вообще очень хорошие люди. Не все работники фермы – местные жители. Многие приезжают из соседних районов. 15 дней на работе, 15 дома. Жить где-то надо. Поэтому в этом году специально для них Харил купил старый домик в Назаровке. После ремонта, говорит, здесь будет общежитие. Если государство поддержит нас так, сбыть мясом, молоком, если у нас перебоя не будет, я считаю, что отлично так. Можно жить. Почему нет? Свежий воздух. Никакой движения, никакой суети нет. Работай, отработал. Дома все свежее у тебя домашнее. И я считаю, что город, деревья можно больше заработать, чем в городе. О проблемах наш герой говорить не любит. Ведь у крестьянина их всегда хватает. Кредиты, неурожаи, болезни. В конце концов, тракторист запил. Дел на ферме всегда хватает. Гораздоохотнее рассказывает о своей мечте. Довести дома хозяйство, отремонтировать все, поголовье увеличить, до детей выучить. А в остальном время покажет. Маргарита Белова, Алексей Фризин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова